приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала сегодняшнем видео речь пойдет про чекуновскую преступную группировку а перед началом просмотра не забывайте подписываться на канал и ставить лайк всем приятного просмотра возникновение многих преступных группировок в том числе и опг игоря чекунова связано с убийством 27 сентября 1990 года считавшегося крестным отцом организованной преступности города саратова владимира хапалина по кличке хапуга игорь чекунов как и многие будущие лидеры организованных преступных группировок города саратова работали вместе в созданном хапали нам кооперативе планет теперь расскажу вам поподробнее кто же такой был владимир хапалин с именем владимира хапалина связывают зарождение саратовской мафии его называют первым авторитетом первым крестным отцом владимир хапалин родился в 1952 году лидером стал пройдя через зону правда матерым уголовником его никак не назовешь его мать была уважаемым человеком в городе и одно время возглавляла книга торг сам же хапалин закончил саратовский филиал московского заочного института торговли и некоторое время был директором магазина спорт товары в энгельсе но верно утверждение что характер это судьба характер у него был как говорится крутой своенравный и дерзкий при этом он был очень умным расчетливым человеком и умелым организатором к этому пожалуй стоит добавить и то что он очень любил жизнь во всех ее проявлениях если скажем брал шашлыки в кафе то обязательно не 1 2 шампура а штук 10 первый раз он сел за драку избил бывшего своего приятеля и сильно миром дело уладить не удалось и хапалин сел в саратовском следственном изоляторе он пробыл два года в колонии срок так и не отбывал в 1986 году его арестовывают уже по подозрению в убийстве азербайджанца по кличке зул зул был самым первым из тех кто претендовал на роль лидера в саратове этот человек не признавал вообще никаких авторитетов ни в мире уголовном не в государственном и был в полном смысле этого слова беспредельщиком его люди а это были в основном азербайджанцы держали весь торговый люд саратова и энгельса в страхе обложив налогами зулу платили и цыгане промышлявшие золотом по слухам именно цыгане в конец отягощенные поборами зула обратились за помощью к владимиру хапалину и якобы просили его серьезно разобраться с зулом что было после этого разговора теперь мало кто знает известно точно что вскоре зул бесследно исчез из саратова была версия что он убит по подозрению в убийстве зула и арестовали хапалина однако его причастность к исчезновению или к убийству зула следствию доказать не удалось и скорее всего чтобы хоть как-то оправдать его арест следствие добывает новые факты десятилетней давности вспоминают давний эпизод когда тот в одной из драк сломал нос своему обидчику было написано тогда заявление в милицию но подумав что суды ему ни к чему заявитель забрал заявление обратно тем не менее следствие дернуло за эту ниточку и хапалину как говорится сшили дело по 206 статье уголовного кодекса хулиганские действия в начале марта 1986 года хапалина отправляют этапом в зону строгого режима в балашове но тут он не признав решение суда справедливым на зону не поднялся то есть не принял ее порядков и режима его бросили в бур именно там он и укрепил свой авторитет и закалил свой характер там он пробыл до августа затем его этапируют в сентябре в саратовский следственный изолятор так как его дело было отправлено на доследование уголовное дело в отношении него по решению верховного суда было пересмотрено срок отсиженного ему засчитывают за срок наказания азербайджанец зул из саратова исчез навсегда но в городе оставались еще мелкие группировки которые могли мешать хапалину это в первую очередь были группировки авторитетов имевших вес среди некоторой части уголовного мира новому авторитету удалось задавить эти группировки к местам где они держали мазу выезжали люди хапалина и устраивали не просто разборки а беспощадные мордобои например хапалинские побывали практически во всех крупных приемных пунктах стеклопосуды в приемные пункты они приходили не с пустыми бутылками а с железными прутьями так прокладывался и расчищался путь к монопольному лидерству хапалина к концу 80-х годов численность хапалинской группировки достигла около 150 человек главный сумел подтянуть к себе многих молодых парней кто уже был тогда известен в криминальных кругах саратова потом после его гибели многие из тех кто был самым ближайшим его окружении займут саратов лидирующей позиции торговцы саратовских рынков еще помнят как хапалин приезжал или крытому или к сенному рынку обычно это был вторник ставил свою иномарку и шел прогуливаться среди торговых рядов пока он совершал это традиционный обход ему в открытое окно машины бросали деньги на задние сиденья так торговцы рассчитывали с ним за право торговали хапалин вошел в историю и тем что при передаче денег от кооператов иногда прибегал к услугам детей они получали пакет с деньгами подбегали к автомашине на которую им указывали заранее и бросали туда пакет машина отъезжала а ребенок за свои труды получал на мороженое сумму платы с кооператов индивидуалов и торговцев на рынке хапалин назначал такую какую считал нужной бывали случаи когда хозяин кооператива имел и по официальным и по неофициальным документам дохода ничтожно малые но этого в расчет не бралось отсюда это неприятная для него кличка которую разумеется употребляли не при общении с ним за глаза хапа хапуга практически все торговые предприятия города так или иначе были подконтрольны этому человеку под контролем был и теневой бизнес от переплавки золота в доме быта до продажи угнанных автомобилей хапа был осторожен особенно в последние месяцы перед смертью хапалин появлялся в людных местах только в сопровождении своей личной охраны из двух трех человек о предстоящей сходке руководство группировки узнавала по специальному условному знаку на одной из центральных улиц у кромки тротуара ставили пустую черную волгу всем было ясно в определенное время в определенном месте надо собраться для обсуждения внезапно возникшего вопроса среди тех с кем иногда общался и работал хапалин были люди и не из криминальной среды в некоторых коммерческих делах помогал ему один из секретарей обкома комсомола свой капитал хапалин направлял в дело и пускал его во вполне безобидный легальный бизнес из москвы в саратов шли партии линолеума лобовых стекол других дефицитных товаров дальше через сеть подконтрольных ему магазинов баз все это реализовывалось и разумеется на очень выгодных условиях для самого хозяина хапалин уже тогда имел большой авторитет в москве и особенно в солнцевской группировке он раньше многих деловых и предприимчивых людей в саратове сумел организовать используя свои деньги производство товаров народного потребления и торговлю на проспекте кирова там где сейчас магазин спорт товары в подвале старого дома он развернул кооператив по пошиву китайских пуховиков дело это пошло так успешно что пуховики от хапалина появились в большом количестве не только в магазинах и на рынке саратова партии пуховиков пошли в омск томск тюмень сургут хапалин имевший огромный капитал уже в то время он строил на горе за саратовом огромный особняк мог остаться в живых но слишком много появилось у него завистников и просто откровенных конкурентов и первый лидер саратова стал первой жертвой тогда в 1990 году это убийство потрясло весь криминальный мир саратова убийство хапалина с какой стороны не посмотреть было выгодно как его врагам так и сообщникам молодежь которую он подтянул хотела большей самостоятельности его убили 28 сентября 1990 года примерно в один час 15 минут как все происходило кто появился перед ним это тайна который он унес с собой в могилу потому что следствие так и не смогло выйти на след убийцы и раскрыть преступление то что убийца был стрелком отменным не вызывает никаких сомнений хапалин был убит тремя выстрелами из пистолета тт в руку грудь и голову по одной из версий он был сначала ранен в руку хапалин будто бы пытался схватить оружие лежавшая в машине затем выстрелом в голову и контрольный выстрел был произведен в грудь правоохранительных кругах рассказывают по-другому сначала выстрелили два раза в грудь потом контрольный выстрел в голову думается первая версия реальнее хапалин был сильным человеком и имел неплохую реакцию вряд ли бы он дал просто так себя расстрелять пусть даже убийца и появился перед ним неожиданно высказывают предположение что убийцу хапалин знал хорошо иначе он бы не смог так близко подойти в квартире хапалина провели обыск перевернули вверх дном все высыпали даже крупу из банок искали деньги из общака оружие ближайшие соратники хапалина чтобы не допустить вскрытие трупы экспертами тайно вывезли тело из морга процессе автомобилей растянулась без преувеличения на весь город хапалина похоронили на участке прямо у входа на елшанское кладбище отпевал его священник целых три дня в ресторанах города молчали оркестры в память о погибшем поминки проходили в кафе арена и на них присутствовало более двухсот человек долгое время криминальный мир саратова не мог опомниться после убийства хапалина было неясно кто теперь его заменит кто возьмет под контроль общак после убийства хапалина его криминальная империя распалась на несколько далеко не дружественных по отношению друг к другу группировок одну из таких банд возглавил игорь чекунов а теперь более подробнее про этого человека игорь владимирович чекунов родился 6 марта 1966 года в заводском районе саратова там же и вырос мать чекунова татьяна егоровна пенсионерка по его словам отец ушел из семьи когда игорю было три месяца его воспитанием не занимался в семье также росла старшая сестра марина в детстве занимался в секции бокса в пт у номер 20 однако спортивного разряда не получал окончил саратовский индустриально-педагогический техникум по специальности токарь работал с кооперативе планета на первых порах чекунов нередко обращался за помощью к известному в саратове авторитету василию мордакову морда из-за сотрясения головного мозга был признан не военно обязанным и в армии не служил но военного билета не получал возникновение преступной группировки чекунова было связано с убийством 28 сентября 1990 года хапалина через небольшой отрывок времени был убит вор в законе по кличке хозяйка и деятели преступного подполья всерьез задумались о том кто станет преемником хапуги преемником стал некто сергей мальчиков по кличке канапа но раскол усиливался от общей массы отделился сергей якорь яковлев и александр гвоздь жуков в дела стал вмешиваться московский вор в законе худо гасаян в ходе последующих перестрелок были ликвидированы рудик из энгельса контролировавший ленинский район факир убит в профилактории сокол на фоне этой войны чекун стал укреплять свое влияние взяв в 92 95 годах контроль над рядом предприятий универмагом детский мир центральным универмагом и центральным крытым рынком и распространив свое влияние на несколько районов саратовской области в частности ему подчинялась энгельская преступная группировка под руководством григорьева по кличке грек 3 февраля 1994 года следственное управление увд саратовской области возбудила в отношении григорьева и членов его банды уголовное дело в ходе допросов арестованные члены бригады григорьева дали показания о руководящей роли чкунова в их преступной деятельности наслед чекунова вышли после того как стало известно о его присутствии в сентябре того же года на свадьбе алексея наволокина лидера группировки наволокинских доказательством были множество фотографий и свидетельств о поездке наволокина с невестой и гостями в открытом экипаже по саратову руководство увд саратовской области имела информацию о дате времени свадьбы и гостях на основании чего готовила операцию по задержанию всех членов банды чекуновских и наволокинских однако в последний момент операцию пришлось отменить 29 сентября чекунова официально привлекли в качестве обвиняемого по статье 95 части 3 ука рсфср вымогательства 29 ноября чекунова задержали в квартире своей сожительнице светланы павловой приказ о задержании отдал полковник милиции начальник отдела борьбы с организованной вооруженной преступностью и бандитизмом руб павловского региона арест санкционирован 30 ноября чекунову предъявили обвинение в вымогательстве крупной суммы денег нескольких автомобилей и разных товаров у двух жителей энгельса однако 25 января 95 года следователь прокуратуры ангельского района освободил чекунова несмотря на заверение начальника приволжского рубопа в том что и чекун и преступный авторитет гвоздь отправиться за решетку этого не случилось даже после второго ареста чекунов в июне 1995 года чекунова задержали второй раз по обвинению в вымогательстве по словам следователя он даже предлагал большую взятку в обмен на то что меры пресечения чекунову изберут не заключение под стражу а подписку о невыезде в итоге свидетели отказались от своих показаний и в сентябре чекунова оправдали по всем документам чекунов числился как не имеющий судимости что однако воспринималось саратовской организованной преступностью негативно поскольку она не признавала чекунова своим из-за отсутствия судимости чекунова кавказские группировки обвиняли в том что тот не вносил средства в общак хотя тот нередко помогал заключенным поставляя им продукты и сигареты в 1996 году саратовские вести и приложение заря молодежи выпустили статью кто должен сидеть в тюрьме или откровение неотставного офицера силовика в которой со ссылкой на некоего сотрудника рубоб утверждалось о причастности чекунова к убийству пяти человек однако его супруга лариса геннадьевна чекунова подала в суд на газету и выиграла дело с милицией чекунов старался поддерживать дружественные отношения так как он перечислил 10 миллионов рублей на счет местного следственного изолятора на момент гибели он числился предпринимателем и совладельцем товарищества с ограниченной ответственностью гроза другим учредителем был борис акишин по свидетельствам жителей района пролетарка чекунов выстроил в районе особняк в купеческом стиле стоимостью 2 миллиона долларов 1995 году чекунов стал наиболее могущественным лидером саратовского преступного подполья и даже занимался нефтяным бизнесом владея контрольным пакетом акций нефтяного концерна однако по данным следователей задолжал крупную сумму денег самарским партнером по нефтяному бизнесу также у него появилось много врагов в том числе и среди большей части преступных авторитетов саратова враждовала с ним в 1993 году между преступными группировками энгельса и саратова чуть не разгорелась война из-за конфликта чекунова с авторитетом никушером убитым через год вечером 30 октября 1995 года в своем автомобиле был расстрелян преступный авторитет по кличке зубан который по некоторым данным пытался оспорить права на территорию в центре города однако был ликвидирован как угроза чекунову также среди противников чекунова по некоторым сведениям были несколько преступных авторитетов из москвы с которыми тот отказался ввести переговоры о разделе сфер влияния в саратове 20 ноября 1995 года игорь чекунов организовал встречи с несколькими знакомыми по преступному миру в том числе с алексеем наволокиным который считался его преемником в банде и был убит 9 февраля 1996 года убийство не раскрыто до сих пор около 17 30 двое неизвестных проникли в офис то гроза расположены недалеко от поста гай на алтынной горе в заводском районе в комнате площадью около 20 метров квадратных находились 14 человек игорь чекунов и его подчиненные из опг которые сидели в одной комнате и играли в это время в преферанс неизвестны открыли огонь из пистолетов тт китайского производства которые потом были выброшены на свалку нападение было столь неожиданным что никто даже не успел оказать сопротивление оружия у находившихся в комнате людей не было многие из находившихся в комнате держали руки в карманах в момент нападения в результате нападения были убиты 11 человек в том числе и чекунов придавлены несколькими телами еще один человек был жив к моменту приезда врачей и милиции но спасти вы не удалось у каждого из убитых было найдено огнестрельное ранение головы и в чекунова а в чекунова попала больше всего пуль все произошло в течение ориентировочно 20 секунд среди жертв водитель и друг чекунова валерий горшинин учредителей тоо гроза борис акишин и председатель регионального отделения фонда инвалидов войны в афганистане николай хомутов остальным убитым не было и 30 лет судимости за ними не было замечено после убийства выжили только двое 44-летний александр тормозов с огнестрельным ранением головы и 18-летний армен авакян притворившийся мертвым позже выяснилось что был и третий свидетель который после случившегося был признан невменяемым в официальных документах по уголовному делу его имя не раскрывается за два последних года к тому моменту в саратове были убиты 9 главарей и 30 рядовых членов опг сторож услышавший звуки стрельбы сначала подумал что это развлекались сотрудники фирмы однако когда он увидел двух неизвестных перелезавших через ограду то бросился в помещение где обнаружил трупы работодателей после этого он вызвал милицию и скорую которая выехав на место происшествия и обнаружила залитую кровью комнату похороны погибших состоялись 22 ноября 1995 года игре похоронили на увекском кладбище после гибели чекунова пригремели еще два убийства которые следствие связывало с гибелью чекуна 9 февраля 1996 года в подъезде своего дома по улице симбирцево в результате взрыва погибли алексей наволокин называвшийся преемником чекунова его охранник 21 мая 1998 года 1845 в доме по улице дженикидзе в заводском районе саратова в результате взрыва были ранены три человека один скончался на месте двоих госпитализировали в сарнии то жертвой взрыва стал олег гульбадьян которого пресса называла правой рукой чекунова что не соответствовало истине по словам преступных авторитетов гульбадьян был лишь рядовым членом банды пострадавшими оказались сожительница игоря светлана павлова и охранник гульбадьяна связи с этим пресса поспешила связать покушение с убийством чекунова заказчиком убийства называли александра липана липанова спасибо всем кто досмотрел видео до конца не забывайте ставить лайк и подписываться на канал всем пока